МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние каникулы, отдохнувшие, загорелые, полные сил и энергии ученики собрались на праздничной линейке. Традиционно начало учебного года кому-то дарит радость, а кто-то немного грустит. Одни новоиспеченные ученики в первый раз перешагнули порог еще мало знакомого здания. Другие же осознают, что этот год станет для выпускников прощальным. Встречайте первоклассников юбилейного учебного года! Первый акласс и классного руководителя Моторка Людмилу Анатольевну! Год и осень пришла, собираться пора, дом огромный... Первый акласс и классного руководителя Монастырскую Елену Владимировну! Переигра, все прошло, их уже не вернется! Юр, как не быстро летят, их не ворочишь назад, разве они пролетят без среда? Нет, не забудем никто никогда, школьные реки! В школе номер 22 сентября отмечали сразу два события. Ученики, учителя, ветераны педагогического труда, родители, Нас позвал на эту залитую солнцем площадь всенародный праздник, День знаний и 50-летний юбилей школы. Музыка, судьбу, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. Нашим общим, неиссякаемым задором, инициативой и творческим трудом шла школа к этому юбилею. В телефонных звонках, в смс-ках звучат поздравления и слава благодарности школы от души выпускников, родителей, сотрудников. С приветственным словом ко всем обратилась временная исполняющая обязанности главы Алла Викторовна Васькевич. Мы все с вами родом из школы. Школьные годы – это самые лучшие годы в нашей жизни. Мы их будем всегда вспоминать с теплом и радостью. Пусть этот учебный Новый год будет для вас интересным и плодотворным. Пусть он принесет вам радость, открытий и различных достижений. Для вашего учреждения это еще знаменательный день и год, потому что вам исполняется 50. На вашем счету уже тысяча побед. И школа сегодня – это одно из лучших учебных учреждений Луганской Народной Республики. Школа принимает в этом году 78 первоклассников. Для вас открывается новая страница в жизни. Поэтому не случайно именно к вам обращается глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечин со словами «Смело шагай вперед, не бойся трудностей, ведь рядом все время будет твоя учительница, справедливая, мудрая и добрая. Учись и живи увлеченно с первым учебным годом». На праздниках принято дарить подарки. День знаний – не исключение. Первоклассникам всех учебных заведений были вручены портфели со школьными принадлежностями от главы Республики Леонида Ивановича Пасечника. По окончанию торжественной части все дети разошлись по классам на первый единый тематический урок «Подвигу народа жить в веках». Цель единого тематического урока – формирование гражданственности и патриотизма, воспитанию детей чувства гордости за свое Отечество и ее героев, сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В Мюсинской общеобразовательной школе 1-й и 3-й ступени номер 19 во время этого урока педагоги осветили героические страницы истории нашего города, боевые и трудовые подвиги земляков во имя победы над гитлеровской коалицией во Второй мировой войне. По окончанию уроков в своих школах ребята вместе с педагогами и родителями возложили цветы к памятникам павшим воинам Великой Отечественной войне, почтили память минутой молчания. По информации Управления образования в подготовке и проведении единого тематического урока «Памяти народа жить в веках» приняли участие 6 770 обучающихся, 2100 воспитанников, 700 педагогов и 2000 представителей родительской общественности. Новости телеканала «Луч». 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 Продолжение следует...